коллектив всем привет есть такой автомобиль на котором мы попробуем посмотрим покажем как работать ультрафиолетом задача которая перед нами стоит убрать вот этот прогреб прошкреб покрасить нижнюю часть бампера в ребро сюда тут есть мелкие повреждения виде царапин возможно да вот это придется покрасить планку ничего не разбирается все делается как есть есть повреждения по низам незначительны самые значительные повреждения временем это вот эти арки и вот эта дверь была замененная но у донора оказалось качество хуже чем саводской было и низ двери попросту сгнил можно так сказать вот это все задача сделать быстро сделать ультрафиолетовым материалом потому что других вариантов сделать быстро нет человек может даже отполировать кузов та же самая история с передней юбкой переднего бампера с нижней юбкой точнее надо сделать вот эту часть и все это сделать надо быстро эту возможность нам может дать в принципе только ультрафиолет сейчас что я делаю оклею все что мне не нужно куда попадать будет пыль и приступаем к зачистке так по расчищала двери там где были рожи это обезжирена мокрая то есть обезжирены и сразу заматывал под покрас машинкой по плоскости пробежал значит из того что тут видно тут коррозия поверхностная еще щеткой чуть-чуть дочищу и здесь будет просто чуть-чуть толстослойный грунт чтобы сразу и выровнять и под покраску было потому что тут банально шпатлевать нечего шпатлевать будем вот тут на бампере тут тоже все 320 500 прошелся и здесь сейчас эту зону будем разрабатывать крупными наждаками потому что он тут повреждение такое серьезно труба какая-то было а вот с той стороны все гораздо хуже это сейчас сушу лампами прогреваю дверь тут прямо у нас открытые дыры но это было известно еще в тот раз года три прошло что тут все печально и тут самое интересное здесь будет у нас работать стекловолокно толстая тоже расчистим поднимем вверх это у нас 80 120 поднимем вверх все на 320 и здесь толстенько будем мыть это просто сушу потому что влага на ночную машину чтобы все хорошо прогреть и высушить расчищать эту виду мы будем 120 . кубиком дабы было все красиво на машинки пятерочки то есть у нас задача выровнять выходы чуть-чуть разгладить вот эти вот острые впадины и дать хорошую риску для адгезии далее на 240 меняем разрабатываем риску соседнюю зону под грунтование сразу теперь надо внутри хорошо мотануть красным скачбрайтом дальше будет уже серый скотч брать под покраску и точно так же тут в контакте всех этих углах ничего не разбирается нету на этом не времени необходимости сделаться такой максимально быстрый любимый перекупами вариант в принципе вот этот материал он для них и нужен для перекупов потому что с ней можно сделать быстро в качестве в принципе потери нет никакой да но чуть-чуть дороже по цене закупки материалов но скорость работы просто бешеная в кохот это вот до обеда уже открашу хотя начал вот недавно вот с утра все обезжирина продукта стекловолокно шпатлевка прозрачная можем наносить и вообще любыми слоями за счет того что она прозрачная просохнет сразу убираем излишки изнутри потом туда будет трудно добраться надеваем очки а шпатель убираем подальше от ультрафиолета на котором осталась шпатлевка чтобы он у нас не схватился интересный цвет такой шпатлевки 10 секунд и можно дальше поподробовать и накладывать следующий слой трется шпатлевка абсолютно также как и обычная никаких замечаний к этому нету все шпатлевка полностью сухая подрежем что у нас лишнее по своим свойствам она даже более твердая чем обычная но при всем при том трется абсолютно также она чуть-чуть желтеет когда ультрафиолетом облучена уже и можно увидеть где мы положили свежую где еще старая та же самая процедура вот видно где свежая где уже застывшая и на прям визуально меняется цвет также 10 ну там может быть 15 секунд в максимуме и можно сразу обрабатывать никакого нагрева на ней в принципе нету то есть не нужно ничего лишнего ждать выжидать все готово сразу трем 3 буду 180 очкой возьмем старую 180 десятку десятка переход и а все и Есть небольшие порки, сейчас мы их дотянем, предварительно я хочу вырезать чуть-чуть лишачок. Все, прохожу чисто по порам, там где было именно само повреждение, чуть-чуть стекловолокно просто тянется за собой, двухмиллиметровое волокно, оно тянется и выворачивает. Так же подсушим, чуть-чуть буквально, сразу перетираем и в принципе тут готово к грунтованию, но грунтовать я уже буду, когда все по кругу пройду полностью, чтобы уже раз зарядить пистолет и закончить. Выход у шпатлевки очень плавный, с пластиком она вообще дружит идеально. Пластик старая лакокрасочная, просто изумительно, с металлом есть некоторые нюансы в плане выхода, он получается, но если активно шкрябать лезвие, можно отколупывать, то есть адгезии к металлу стопроцентной нету. К сожалению, я там ищу разные способы, но такое. То есть по пластику, по старому лакокрасочному работаем как по родному. Все, тут полностью готово к грунтованию, причем именно на эту же риску. Так, ну что, будем заваливать дыры, валить их будем стекловолокном. прямо вот так вот. Единственное, что не за один раз. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, валим дальше, дальше будет алюмишкой завалено все. Пока там передний бампер перечухивал под грунтование, прошел кислотной салфеткой, она как ни крути, но улучшает адгезию к металлу на голову, потому что алюмишка будет тонко выходить в следующие слои, и чтобы у меня выход был более-менее плавный под грунт, тут прошелся, кислотой прошел. Такая жижа с алюминиевой пудрой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Остается только досушить Субтитры сделал DimaTorzok 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 Залито Теперь берем 320-400 Сейчас еще протру водно-спиртовой Потому что слегка-слегка Видно за пальцем тянется Такая как измараль Это Растворители выходят наружу И их надо стереть Либо раствором Либо водно-спиртовой Чем-то смыть Перетираем И в покраску уходим Так, ну что Подготовил Быстренько оклеился Вроде нигде порусить ничего не должно Там где я пробился до металла Подпшикал с баллона предварительно И погнали Это сольвент Посмотрим заодно Как по цвету То есть машина крашена водой была Но воды сейчас пигмента нету Нужного Поэтому красим сольвентом Посмотрим по соответствию цвета Будет интересно Накидывать буду тонкими слоями Цвет темный синий Хоть и темный Но синий И он по укрывистости Так себе с учетом что это сольвент Ну а по крайней мере Вот те места где Переходы грунта идут Вообще ноль проблем Можно на него сразу окрашивать И это очень хорошо Таких сделаю три прохода Посмотрим как укрыло Все Три с половиной слоя Все укрыто Сейчас сушим базу Выглядит замечательно Тут тоже все красиво Ровненько Пока помоем ствол Тут база уже и высохла Ну что лак разведен Приступим к лакировке Будет полтора прохода Я камеру оставлю в этом месте Довольно таки неплохо видно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему делаю полтора прохода? Вот первый почти закрыт. Видно небольшие пропуски. А с такими проходами богаче смотрится шагрень. Поскольку Мэр скрашен 405 лаком и он залит тоже в таких полтора прохода, там такая крупная разлитая шагрень. А если сделать в полтора, то есть припыл и налить, будет кореец. А прошло минуточки так 5 и мы накидываем второй слой. Субтитры сделал DimaTorzok И так, что мы получаем? А мы получаем красивую, разлитую шагрень. Прям красивую-красивую. Мусор, конечно, повылетал. Тут, знаете, вот такое. Низок двери. Да, он не ровный в плане плоскости. Не довыводил все. Но зато он не ржавый. И самое, что важно, сразу отвечу на вопросы. Кто там понапишет. Так оно через неделю отвалится. Ребят, вот этот материал, он является полным изолятором. Даже лучше, чем эпоксидный грунт. И прикол в том, что, сделав обычным продуктом, коррозия вылезет быстрее, чем под этим материалом. Поэтому такой ремонт в некотором смысле даже качественнее, чем наш стандартный подход в работе. Итого, что мы имеем. За, грубо говоря, рабочий день, я еще и с условием того, что пообщался с клиентами, попринимали, посдавали машины. У нас полностью готовы низа. Все сделано. Я еще и успел повернуть, пробежаться, добавить блеска по кузову. Осталось помыть. Сполосные стекла поочищать. А так у нас все готово. Тут даже подвоз такой же денький. Все пошло. Тут был глубокий разрез. Сразу говорю, я прям по формам сильно не заморачивался, потому что работы как бы немало. Особо времени и нет. Но общую массу пробежался, сделал. Что нужного в этом продукте есть? Особенно по пластику и таким локальным ремонтом быстрым. Очень-очень быстро можно восстановить форму, отгрунтоваться сразу под покрас. И уйти краситься без всяких заморочек, выжиданий и проблем. Какой-то скол где-то остался. Ультрафиолетиком кап-кап. Подшпатлевали. С баллончика грунтанули. Или с пистолета. Или вообще не грунтанули, если это был скол. И сразу ушли краситься.